Как говорится, с душком. Ну, чего? Еще самая ненасущая проблема, это самый главный этап, это завтрак. Он у нас начинается в 10 утра. Столовая на саблине скрывается в 9 или в 10 часов сейчас, на данное. И у нас толпы около входа пытаются попасть студенты... Просто закрыты, да. Нигде поесть. Если год назад было в 8 утра, даже без 15, люди могли хотя бы поесть, что-то перехватить, перепадывать. А сейчас этого нет. Не знаю, не знаю. У меня просто в 8 утра начинает. Понятно. Свои личные вопросы. Следующие три вопроса поступили от Лок и Роги. Это группа 2072, ГРФ. Первый. Почему у нас нет договоров с музеями, театрами, концертными площадками для определения наших студентов каких-то скидок? Нет. Вопрос будет решен, я думаю. Следующий же. От нее вопрос. Когда теперь появится стипендия для старых клуб? Сейчас напишу, что с музеями, сейчас как-то ищу, что-то просто не забуду. Ну, вопрос вот опять простой. Значит, если старосты решат, что старостам надо доплачивать, членам соцсовета надо доплачивать? Нет, ну давайте, давайте, в данном случае я хочу сказать, что собрались, опять, как бы, работа староста от староста отличается. То есть некоторые вообще не работают, но это же мы тоже знаем. А другие, наоборот, активную позицию занимают. Мне кажется, что вот как раз за результат, когда староста работает, вот выявляться должны лучшие старосты. Подчеркиваю, мне-то кажется. Это не означает, что решение. И вот этим старостам надо делать там премии, да, доплачивать ему соответствующее. Тем не менее, возможный второй. Давайте всем собираться и будем говорить, что староста нам надо доплачивать. Ну, не знаю, сколько там процентов. То есть, наоборот, надбавку каждому старосте делать. Но для этого должно быть решение, решение, решение и совместное всех наших студенческих организаций самоуправления. Вот сделайте. Мы, я готов на, это уже рассмотреть с точки зрения финансирования, ну, рассматривать объем финансирования. Не того, что корректировать ваши решения, а просто говорить, что это возможно или невозможно. Ну, тогда где-то фонд же, он как бы, он не резиновый, да, то есть, он фонд фиксированный. Значит, там у кого-то надо что-то отрезать, кому-то добавлять. В этом проблем-то, честно говоря, больших нет. Главное, чтобы была согласованная позиция и не вызывала такого социального, внутреннего, студенческого неудовольствия. Я же могу себе представить, что студенты потом будут говорить, что я там пойду старостой работать, если вы мне там доплатите, ну, я условно называю, тысячу рублей, тогда я готов работать. Мне кажется, это неправильно, понимаете? Ну, вот я почему говорю, что всегда надо не только там с деньгами, а смотреть, какой будет социальный, не будет ли социального там взрыва или недовольства в студенческой среде. А так, давайте расспросим. Следующий вопрос от Нечаева Надежда. Уважаемый Владимир Николаевич, работая не первый год в нашем университете, периодически возникает вопрос, а что же у нас происходит с делом производственным в отношении составления приказов? Составление приказов состоит из нескольких этапов, но частенько сталкиваешься с тем, что проект приказа не покоит, этапы согласования. То есть не всегда можно подписать у кого-то, не успеваешь, очень долго. Будет ли сейчас этот вопрос, ну, как вы на первой конференции говорили, о электронном, например, металлуре? Ну, вот эта работа идет, вот видите, у меня прямо на столе, вам прочитайте, что там наверху написано, вот, и чего сделано в 2010-м, что сделано в 2011-м уже году, и что должно быть сделано в 2012-м и 2013-м. Вот эти все информационные подсистемы и системы, все делается потихоньку. Но это не означает, что какой-то приказ, который вы принесли, и этот приказ, он будет подписан. Есть технические вещи, я имею в виду формулировки меняются, иногда его просто, ну, как бы не очень сильно возможно сделать. Возможно сделать. И таких жизненных, ну, к счастью, или к сожалению, к счастью, наверное, все-таки жизненных ситуаций случаются гораздо чаще, которые, вернее, очень часто случаются, которые не вписываются в регламент. И таких случаев очень много. Вот я перед этим посмотрел только, что письмо мне пришло от мамы. И пишут, что Владимир Николаевич, можно ли отменить приказ об отчислении, там, тут не буду называть фамилии, об отчислении, а написать, что по собственному желанию. И объясняется, почему. Что они просто переезжали в Москву, уже там, переехали в Москву, и не подумали о том, что, ну, в общем-то, так сказать, вот как его. Ну, отчистился ты, и отчистился не по переводу. Теперь приказ прошел, было заявление, теперь назад надо это возвращать. Это все не так все просто, как кажется. Вот. И подчеркиваю, в таких случаях встречаются на дню, ну, не хочу сказать, что десятки, ну, то, что ни один такой случай, который не вписывается. Жизнь просто более цветистая, чем те регламенты, которые вписываются. Поэтому ряд приказов иногда вообще не выходит, это тоже правда. Некоторые могут крутиться и согласовываться, и с формулировками, и с принятием решений очень долго. Ну, я, если то, что касается студентов, потому что все в основном от студентов идет, вопросы, хочу сказать, что мы не имеем права студентов посылать в командировки, например. Вот не имеем, понимаете, у нас вообще нету таких статьй и разрешения законодательства. Вопрос очень простой тогда, а как студент может участвовать в научных, в каких-то конференциях, как студент может принимать участие в спортивных соревнованиях, если они проходят, а я направлять его не могу, он должен писать там за свой счет, или еще там что-то такое, никто с этим заниматься не будет. Ну, и так далее. Судент не может передвигаться, и мы оплачиваем. Ну, не можем и все. Вот, пожалуйста. Если смотреть на законодательство и на нормативную базу, ну, мы-то направляем, и достаточно много. Я вот, ладно, с тем не буду говорить по этой конференции. Просто хочу сказать, что если мы сами недовольны, когда приказы иногда у нас ходят очень долго по согласованию, с другой стороны, он уже идет, выходит, опять не хочу сказать, что 100%, но, во всяком случае, он лежит в законодательном поле. Следующий вопрос от традиционного поле. Здравствуйте, Владимир Николаевич, я проживаю в общежитии Лесотехнической академии и плачу за койко-место 2900 рублей. Каждый семестр нам приходила компенсация за общежитие, как и проживающим в Межуусске, в МСГ. Но за прошлый семестр МСГшникам пришла компенсация, а нам нет. У меня к вам вопрос, будут ли возвышены наши деньги и будет ли компенсация за прошлый семестр? Вопрос задал студент 2-го курса инженерно-физического факультета Родотинский Евгений Дорогович. Спасибо. Я записал Лесотехническую академию, да, конечно, будет, безусловно, будет компенсироваться, но даже вы сейчас сказали, что вы знаете, что в Межуусском Сотгородке компенсация была, предыдущий студент мне задавал вопрос, что компенсации не было. Он за весну, за прошлую еще, а молодой человек сейчас задал вопрос, он говорил о том, что весной, он издевает... Вот сейчас? Нет. Да, он, вот этот молодой человек живет в Лесотехнической академии. Нет, я все в Лесотехнической академии, конечно, это будет компенсироваться на уровне Межуусска, в Межуусска Сотгородка, конечно, конечно. Следующий у нас есть два вопроса. Они касаются перевода с контракта на бюджет при отличной учебе. Если вот у меня первый вопрос в том, что если я сначала поступал на чисто контрактную специальность, если я должен перевестить на бюджет? Если есть свободные бюджетные места, я уже понял, что учеба отличная, бюджетные места определяются все очень просто. Они, если принималось, когда человек поступал, ну, условно говоря, три года тому назад, и бюджетные места составляли 50 человек, вот если эти 50 мест занято на третьем курсе, то тогда перевестись невозможно, потому что нет свободных бюджетных мест. Если были отчисления и, там, ну, условно говоря, осталось студентов 45 и 5 мест бюджетных есть свободных, то тогда эти 5 мест могут заниматься, ну, при наличии, естественно, учебы и так далее, контрактными студентами. Я там занимаюсь факультетом, но вы и сами можете проверить, я имею в виду студент, можете проверить, вспомнить, сколько было бюджетных мест, ну, условно, там, не знаю, 25-50, сколько человек, 40 человек. И при наличии учебы, все, там, можно писать заявление декану, и у нас есть решение ученого совета, решение ученого совета университета положения, в том, что при наличии бюджетных мест и учебы контрактные студенты переводятся на бюджетную форму.